Добрый день! Это Елена Терехова. Сегодня 12 июля и наши мелкие постройки. В прошлом сезоне у нас здесь на ящиках просто на железных были положен такой стол, доска, и на нем были расставлены горшки томатные и росли так томаты. Ну вот, пришел новый сезон, и я говорю, ну что-то надо новое придумать. Давай-ка мы соорудим своим мужчинам, чтобы они помогли соорудить такой вот бронечок. Думали и придумали, как назвать, мини-парник, можно назвать этажерка-парник. Очень все просто. Я вам сейчас скажу размерчики. Высота метр пятьдесят. Длина два восемьдесят. Три ступеньки шириной по двадцать три сантиметра, как на лестнице. И ширина самого парничка семьдесят сантиметров. Все сделано практически из-за сходов. Только были куплены пять листов, вот таких вот пластиковых, для крыши, профиль такой. Так что обошелся недорого, но главное, очень удобно. Сделали точно такие же вот закрывашечки, вот как и на этом парнике. Есть видео, я потом покажу еще раз. С одной стороны, с двух сторон вот так вот. Точно так же закрывается на ночь. И еще, когда холодно, а у нас холодно, практически вот до сих пор, вот первый день солнышко было, и еще завешивается полиэтиленовой пленкой. Сделано два крючка, элементарно просто завешивается для тепла. Но в чем удобство? Это, конечно, не для тех, у кого там поля и все прочее, а для тех, у кого мало места, повторяю, какие-то деревья. Может быть какая-то пристройка, может постройка, может сарайчик, может быть верандочка. Вы подумайте, и это очень здорово. Если вы, конечно, там находитесь каждый день, то посаженные растения надо, естественно, поливать ежедневно. Они пить хотят. Потом, чем большая емкость, тем, конечно, они лучше растут. Все томаты здесь посажены у меня по две штуки вместе. Если можно и по одному посадить, если нет такого количества рассады. Но рассаду вырастить очень элементарно, потому что она мини. Мини, они маленькие, они занимают мало места. Такие крохотулечки, и это очень здорово. Но самое отличное, что хорошо потом созревают. Самые первые, можно, конечно, и пораньше. Я 10 марта где-то сходила. Можно в феврале. И тогда вы получите первые помидорчики пораньше к столу. Все говорят, зачем тебе еще помидоры? Уже есть ли там с лишним посаженные, две теплицы, или укрытия разные? Ну вот, все тянет еще на всякие эксперименты, на всяком сячину. Закончила рисовать горшки. Было предыдущее видео, как я их разрисовывала. Даже уже с растениями. Вот закончила наконец и решила вам показать и снять видео. Здесь элементарно в железных банках, из-под огудцов маринованных продуктов. И тоже посажены по две штучки. Когда сильная жара у кого, если солнце едкое, можно сверху просто накинуть какую-то ткань. И будет затенение. Вообще можно в полутени сажать. В общем, есть, как сказать, пример для творчества, который можно воплотить в жизнь небольшими усилиями, небольшими средствами, но получить вот такую красоту, которая вас будет радовать, ваших близких. Вот покажу здесь поближе еще. Вот так вот это все выглядит. Такие томатики. Вот они уже начинают буреть. Где они тут, малыши, такие? Помидоры сорт не могу сказать, потому что мне подарили пару помидорчиков. Я с них сделала семена. И вот с этого все и пошло. Сначала было посажено в прошлом году, я уже не помню, 12-20 штучек. И вот так вот все проехало. Так, вот как этот профиль выглядит здесь. Просто он загибался. Здесь до половины сделано. А внизу старый ламинат. Остатки были. Зашили ламинатом. Вот выглядит под деревьями. Два огромных дерева. Клен. Клен и береза. И у нас растут томаты. Еще тут в ведре у меня картошка. Остатки. И здесь тоже под сиреней. Так выглядит парник. Это я в прошлом сезоне показывала. Такой парник-короб, который тоже стоит на тротуарной плитке. И в нем вот прекрасно растут растения. Дальний ряд посажены огурцы. Огурцы в прошлом году мы ели в июне месяце. В этом году вот только, только они начинают раскачиваться в июле месяце. Как холодно. Да я думаю, это не только у нас в Латвии. И везде, везде, везде все пишут. Погоды никакой. На море еще ни разу не выбрали съездить. Ну вот, на этом видео все. Вот такое вот мини-мини-мини. Творите, делайте. Растите урожай. Я думаю, что у вас получится все. До свидания. Растите урожай. Растите урожай. Растите урожай.